Приветствую вас. Чем же вы так недовольны собой? Чем же вы так вот сами перед собой провинились, что в таком, можно сказать, аду живете психологически? Причем обесценивать не только себя, но и, что важно, обесценивать суть по всему труд других людей, в частности, труд психолог, потому что, например, вы обращаетесь за советом, но при этом советуйте, как вам советуют. Это, мягко говоря, странно. Следующий важный момент, то, что, ну, как сказал мой коллега Кудрюшев Игорь Данилович, то, что мы не подружки и советки мне не даем. Мы помогаем человеку разобраться во себе. Это да. В остальном, в том, что касается остального действия, работать, ну, не знаю, в первую очередь вам. А мы поможем разобраться. Дальше. Может, что я увидел из вашего текста? Первое. Это обесценивание. Добальное обесценивание себя. Второе. Отсутствие идеи. Отсутствие смысла глобального. Отсутствие самореализации. Следующее. Проблема личных границ. То есть, вы достаточно слабо отделяете себя от других людей. Из-за этого люди могут вам пользоваться, из-за этого люди могут вас использовать и так далее. Следующее. Это то, что вы сравниваете себя с другими людьми и ищете любви и признания. То есть, вы вот не принимаете себя. Ну, опять, работа с принятием себя, это именно работа с принятием себя. Это постепенный отказ от оценок. Это постепенный отказ от некоторых привычных установок, стереотипов и так далее. Ну, давайте немножечко сейчас прочитаем. Итак, если лично нервно и эмоционально на всё реагируют, потому что вас многие вещи задевают. Причины нужно смотреть. Глобально это неустойчивые представления о себе. Это если... Ну, это если... Прямо... Ну, просто глобально. Если глобально. Это неустойчивые представления о себе. То есть, именно по этой причине вас задевает, ну, много всего. Дальше. Например, на работе я психую от того, что коллеги не выполняют свои обязанности. Ну, опять же, да, здесь вы явно решаете уже лично и профессионально. То есть, все вопросы, которые касаются работы, решаются исключительно вы профессиональным уже поприще. Ну, профессиональные сферы. Вот. Не... В коем случае это не решается в личной сфере. У вас именно это, я боюсь, происходит. У вас именно происходит то, что это решается в личной сфере. То есть, здесь все смешано. Не отделено. А... Как я и говорил, личные границы. Дальше. Так. Значит, например, на работе психую от того, что коллеги не выполняют обязанности, скидывают работу на меня. Ну, увы, позволяйте им скидывать, поэтому они скидывают. Все логично. Я, как менеджер проекта, лицо больше остальных заинтересованных финансово, чтобы проект состоялся, должны решать свои вопросы. Ну, понимаете, это не совсем так. Если вы валюете на себя слишком многое, то это ваш выбор. Вопрос там для чего. Может быть, излишняя заинтересованность в деньгах. Может быть, так вот. Да, может. Легко. Легко. Такое может быть. Может быть, одно желание, там, как-то, ну, внимание, да, коллеги, ээээ, начало, с чего это добиться. Эээ, дальше. Значит, эээ, так, чувствую, что сейчас пишу это, эээ, пишу это и ухожу по лицу. Ну, так правильно. Ответственность вы же, вы же не охраняете свою ответственность личную. Не разграничиваете ее с ответственностью за других людей. В общем, со мной внутренне, эээ, происходит что-то странное. У меня, друзья, коллеги, я считаю, что они сынахлебники, а я одна такая молодец. Я менеджер, а у меня зависит от финансового положения фирмы. Менеджер у нас 3.1, это я. Фирма маленькая. Ну, связано с тем, что вы забыжертвуете. Соответственно, раз вы забыжертвуете, вам требуется достаточно много компенсации. Отсюда вот такая, такая позиция. Эээ, дальше. Я одеваю маску у голодных королевы на работе и отношусь к коллегам за холодный срок. Я предполагаю, что это из-за страйка, эээ, что они на шею садятся на шею. А чего будем садиться на шею, если вы не позволяете? Опять же, здесь у вас, эээ, как будто бы, эээ, присутствует излишняя категоричность, что ли. То есть, либо, я, эээ, холодная и, эээ, неприступная и строгая, либо я, эээ, всеугождающая и всепозволяющая. Вот. То есть, вы боитесь, что вас используют, эээ, что вы почистите себя использовали. Почему? Потому что, опять же, эээ, делаете то, чего делать не хотите. Эээ, дальше. Эээ, надо же считать, что вы подружились и опять начинают спикывать на тебя свои дела. Но это вы не можете сказать, нет, мне это ужасно бесит. Вообще, я терпеть не могу дело за других. Ну, вообще, делать других не надо, но если вы именно терпеть не можете, то есть, у вас это вызывает сильные негативные чувства, с этим нужно разбираться. В общем, я считаю, что моя работа менеджера по привлечению клиентов и так много энергии съедает, и я напрягаюсь на толщину себе этот груз. Так, а для чего вы это делаете, зачем? Вы сами это выбрали, нет? По-моему, за свой выбор вы не отвечаете. Тут еще есть и другие дела. Считаю, что эти деньги оживляют деньги до прибыли. Ну, так и считать можно все, что угодно, но просто в том, что вы делаете. Хотя меня раздражает, что приходится держать дистанцию и постоянно быть от них в стороне. В стороне чем? Мне кажется, дело в том, что я забываю, не умею управляться, а именно боюсь обидеть словом другого, боюсь уредить фирме, и я тоже и в то же время залюсь. Ну, вот это обесценивание, обесценивание своих чувств. Я думаю, что это одно из первых моментов, на чем нужно работать. Вот, второе, это то, что боюсь обидеть другого, да, то есть, как бы, какой у вас опыт обид есть в правиле семьи, тоже надо разбираться, разбираться. Вот, не могу быть настоящей, ну, а какая вы настоящая, чтобы себя обесценивать. Обратить в том, как это происходит, как происходит обесценивание. Развращать я очень много времени обращаю на самокатание, на самоанализм, часто, на игрушечную грузис. А здесь про вторичную выгоду нужно понять, какая у этого вторичная выгода. Скорее всего, безответственности и жалость к себе. А то есть, вместо того, чтобы счастливо, радостно проживать жизнь, я вспоминаю о том, что всё не так. Ну, опять же, у вас есть вторичная выгода. Это первое. Второе, вы требуете от себя счастливо, радостно проживать жизнь. Ну, нужно понимать, что проживание. Проживание любое, это процесс, это процесс субъективное посредование. Радостным и счастливым проживание делают определенные моменты. Вот этих моментов нет, соответственно, требовать от себя такого нельзя, но вы требуете, значит, вы здесь, опять же, расщепляет. Так, я не так сказал, не то сделал, и всё всё делают не так. Ну, это вот есть такая позиция. Я минус, ты минус, я не минус. То есть, всё в отрицание идет. Опять же, повторюсь, это позиция имеет явные причины. Детство можно не рассматривать, но это ваш выбор, это ваше решение. То есть, жить в таком мире, вам это чем-то выгодно. Что-то вам это дает. Дальше. Эм... Так. То есть, я конструирусь на негативе, позитива не вижу, как будет. Но опять же. Что вам это дает? Грызу себя устало от себя, хочу жить в балансе, волновесе с собой. В общем. В общем. Ну, что вам это дает? Для чего? Сейчас вам хорошо. Весь личность у вас идет, у вас кипит бурная жизнь. Будет в балансе и будет скучно. Может быть именно поэтому, потому что ваша жизнь эмоционально ничем не наполнена, вы и не можете выйти из своего текущего состояния. Ну, видимо, я ставлю коллег ниже себя, а считаю, что они дебилы и болваны. Ммм... Может быть. Но лично я думаю, что это обесценивание, защита от как раз таки того, что вы ставите их выше. Себя. Их работа не связана с тем, что пожакать деньги в фильм, она что-то ниже. Ммм... Откуда-то вы эту установку взяли? Откуда-то вы боретесь за то, что вы вас заметили. Знаете, как хорошая девочка такая, которая пытается сделать все идеально, чтобы ее заметили и похвалили. Но все время еще счастье вовне, это касается всего. Мне кажется, что поработать вызывает мне так лучше, чем в том, где я сейчас. Нет, связано с обесцениванием себя. Чем сильнее вы себя обесцениваете, тем более вы направлены на внешность. Еще хуже то, что есть в любых людях. Ну, это связано с тем, что вы что-то не принимаете в себе. Так. Как прийти к балансу? Ну, слушайте, я могу здесь предложить, в принципе, личную смертность. Отказ от оценок. Вот. Знаете? Да. То есть... Совет этих не помог. От слова совсем. Это работа. Серьезно работа. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи! 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 Удачи!